приехали с вами в икею ну и посмотрите там икея и там туча и идет мелкий дождь вот такая наша погода думаю что ролик я снимать отдельно не буду потому что я не знаю что вам показывает друзья если честно если кому-то интересно напишите в комментарии под этим роликом и я обязательно приеду и уже специально отдельным роликом сниму вам то что вам интересно но мне интересно занавески тюль ковровая дорожка мне интересны полочки я видела у валентины мастера по маникюру очень интересные полочки вот хочу их тоже посмотреть и также покажу вам какой я купила комод так тут надо ходить по стрелочкам и мы с вами дойдем обязательно до смотрите какая красивая комната небольшая все очень компактно вообще классная идея посмотрите вот полки наверху и там что-то вот декор ставить или коробки просто что-то мелочевка здорово 11 квадратных метров вот как моя комнатка я всегда когда приезжаю в икею всегда останавливаясь вот на этой комнате мне она безумно нравится тут знаете разделение так сейчас посмотрим сколько метров не вижу сколько метров комната но тут знаете разделенные зоны очень красиво зона отдыха такая секция с очень кстати красивыми поверхностями все очень красивая такой в квартире вот такой комнате я с удовольствием жила смотрите да как здорово и угловой диван такой большой сколько шанс стоит а 1149 красивый глава диван ой да тут много что красиво в икея кстати очень хорошо людей практически нет можно спокойно гулять рассматривать вот кстати мне нужно еще подумать к моему дивану угловому не нужно какая-то вот это кстати красивая она слишком большая вот у меня стоит там табуретка около дивана на ней стоит там водичка очки лежат для чтения ну вот такой знаете мелочевку поэтому мне нужно либо стол маленький либо даже знаете может быть табуретку но такую никак у меня сейчас стоит но это тоже большую в общем тоже надо будет потом посмотреть что-нибудь к дивану угловому я кстати знаете по поводу угловому дивану к дивану думала что может быть просто купить табуретку она а сейчас вам покажу она знаете табуретка хорошо ее можно потом куда-то применить сесть на нее а можно и вот поставить не такой как сейчас у меня табуретка немножко другую какая комната красивая ну жить конечно в такой комнате сложно но это скорее всего знаете как кабинет мне безумно нравится постера которые мы кстати купили тоже мне постер не знаю когда сможет взять приехать с катюши естественно приехать повесить его сама я не могу потому что у меня стенки гвозди не вбиваются только с этим вот смотрите какие красивые постера то есть гвозди сбить можно только ладно забыла как называется короче молотком нельзя а вот еще какую головой диван красивая я бы хотела поменять свой угловой диван ему уже лет 14 наверное он уже страшненький старенький модель не актуальная не бы хотелось поменять семьсот восемьдесят девять евро а это отдельно вон красивый цвет очень смотрите супер очень красивый цвет немножко мягковат хочется более такой же пожестче но красивый я куда-то сюда впилилась а в диван и что-то мне и что мне еще нравится вот ножки видите то есть можно там под диваном скопление пыли убрать и вот красивый тоже 923 евро ну мягкий не не нравится мне такой мягкий а еще смотрите какая красивая можно даже не знаю сказать квартира студия наверное кухонная зона кстати очень большая зона смотрите да типа как кабинета зона там можно поставить либо стол письменный либо вот как сейчас поставили как это называется барабаны и такая вот отдельная зона отдыха единственно что здесь не хватает так это шкафа а хотя зачем вот там большие ящики только то что у них некуда повесить в общем все угловые диваны которые я пощупала не все очень мягкие я сплю например на главном диване он очень твердый и ну этим лично мне очень нравится я дошла до отдела с полочками ну вот не вижу такие маленькие тут кстати есть нужно отдельно купить по 4 евро 34 евро такие знаете к стене и потом на них что-то можно положить но что-то вот такого размера 15 16 евро ну даже не знаю если честно его такие белые 499 простые совсем беленькие ну в принципе так блин они другого цвета и опять-таки слишком большая вот эта часть не не нравится мне хочется может быть все таки полки чтобы они ну как-то стену что ли либо они крепились просто как ну знаете полки там дырочка и стенку не знаю как это шуруп вот такого плана вот 25 евро вот такая полка да 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 вот она там пишите да на что то вот такого цвета по цвету комода и мне одной полки бы вполне было достаточно наверное интересные полки но все-таки наверно выглядит немножко громоздко 20-24 евро то есть можно поставить что-то внутрь в этой полке и также сверху как-то знаете все-таки громоздко выглядит нужно подумать вот про такую тумбочку она открытая на колесиках 50 евро стоит ее можно очень хорошо поставить около дивана сюда что-то можно положить можно про нее подумать вот такую табуретку я имела ввиду 29 евро я можно по назначению как табуретка знаете использовать а также можно вот что-то вот сюда положить то что мне нужно и сюда кстати тоже хотя нет тоже громоздко смотрится становилась показать вам вот эта кухня она прекрасна правда чудесная кухня очень мне понравилось даже тем что вы здесь открытые полки на них стоит всякое разное интересное то что тебе нужно мне вот это очень понравилось открытая открытые полки и знаете смотрится очень как пространство много нет вот этих закрытых полок шкафов я если честно не люблю шкафы закрытые на кухне смотрите как хорошо ведь все может поместиться внизу согласитесь шикарная кухня и даже лампочки мне очень нравится и даже то что здесь вода около окна как бы это было замечательно вот если моя мечта разбудется а я думаю что она сбудется надо очень-очень этого хотеть то я обязательно буду делать вот в зоне кухни воду вот так обязательно около окна ну или вообще или просто рабочую поверхность но чтобы вот что-то делать и смотреть в окошко так замечательно шикарная кухня какая полочка хорошего нашла небольшая 5 евро и она ведь и крепится просто вот так стене супер было бы интересно если бы она была не только черного цвета что-то знаете думаю что какой-то очень большой длинный ролик получится если честно вот в икею как приедешь вроде бы все равно пока идешь до нужной тебе точки в магазине все равно проходишь что-то смотришь что-то тебе нравится хочется показать поделиться шли с вами до комодов сейчас я вам покажу вот можно было купить такой белый большой 99 евро кстати вот сегодня у валентины у мастера по маникюру точно такой куплен недавно белый я посмотрела в принципе смотрится неплохо но если стены не белые так как у меня было и стены то белого цвета комод совершенно мне не подходит также был вот такой черный можно было еще вот такой посмотреть но мне не понравилось что мне нравится в этом комоде это то что нет ручек и нужно просто без ручек в общем я друзья щас вам покажу вот такой комод я купила он идеален на мой взгляд когда-то мы такой же комод в юске покупали после ремонта когда я еще жила в семье мы делали капитальный ремонт квартире и икея тогда еще не было был юск и вот мы тогда купили в комнаты что тогда только катюша родилась ну не только нет что я болтаю нужен катюша была еще маленькой 5 и может быть 4 года было и мы тогда вот во второй комнаты купили вот такой кому чем мне он нравится во первых большая поверхность на которой можно всякую ерунду положить 2 мне очень нравится вот как они открываются и они очень вместительные и также мне нравится то что нет ручек ну вот если бы помещался но было бы место то я бы купила еще этот кому тоже и поставила бы их так 109 евро и поставила бы их рядом вот тоже на такой линии но тогда это надо было бы делать там где сейчас у меня диван стоит возможно я потом прикуплю вот такой комод чтобы это было едином целом и точно такой же но черного цвета все таки я черного не рискнула мне показалось что мне очень быстро этот свет надоест я поставила телефон слишком далеко чем я зашла ресторанчик тут в икею пообедать устала уже время сколько кстати сейчас четыре часа дня четыре часа дня вот знаете хочу вам сказать что довольно часто если смотришь блогеров например да на ю тубе кто показывает такие или там гуляет в икее очень часто показывает что кушают вот эти тефтели с с клюквенным сиропом с клюквенным и пюре горошек зеленый и типа очень вкусно за этим не совсем не вкусно правда я была несколько раз здесь в икеа вот за все время когда они открылись снимала открытия кстати вот найду ролик вам где-нибудь вот здесь вставлю потом еще с вами как-то растут гуляли я все время пыталась понять вкусно это или нет и брала именно вот этот пюре с этими тефтельками я даже купила один раз здесь вот этот клюквенный клюквенный марте соус ночью мне не понравилось друзья а сегодня я просто решила взять массалы ты глаз из это мало соленый лосось вот такая порция тут сейчас я когда открою ее покажу вам тут есть лимончик можно лимончиком полить и также есть какой-то соус вот в такой маленькой что это скажите не как думаете я сейчас вам расскажу и вот такой кусочек лимончика чтобы полить молодец и телефон зале опала лимонным соком вот тоже и взяла кусочек хлебушка такой семушками семечками и заплатила за все друзья сейчас вам скажу 418 потому что порция малосоленая лосося стоит 399 чем сейчас попробую и расскажу вкусно это или нет вы знаете я попробовала вот этот соус цвет конечно у него не очень красивый но он очень вкусный по вкусу тут я так поняла что есть зелень есть горчица возможно франчо возможно дижонская такая остренькая есть горчица и возможно еще лимонный сок но очень вкусно и вы знаете если рыбку попробовать вот с этим соусом очень друзья вкусно очень вкусно то есть я лососину кстати знаете я хотела купить домой копчененько лососинку я так ничего красивого не нашла смотрела в лидл смотрела в мега какие-то они некрасивые знаете типа приехать тогда в икею купить и попросить с собой в коробочку взять вкусно против построили вот такой торговый центр тоже большой там мой фитнес это спортклуб есть юск большой римчик абц это книжный магазин не знаю скажите мне пожалуйста что такое декаталон очень знакомая название но что это это спортивный магазин нет а есть поэтка что еще там есть в общем вот такой дбн х ну еще вот такой еще торговый центр напротив построили и дома я купила себе всю посуду вот такую в римчике в мега были и по скидкам и я вот купила себе две или несколько таких тарелок разных размеров кружку большую купила кружку знаете типа суд туда либо кофе ну такой реально там пол-литра так что как-то мне знаете захотелось простоты ну да эта посуда она легкая она белая вообще без ничего гладкая поэтому вот вот единственное не купила такую пиалку такого размера не времени в мега не было но сейчас я уже взяла корзину большую туда видите 2 2 пиалки взяла поставила ну подумала что когда я еще доеду до икея пусть будет 2 по 59 центов каждая пиалка тут конечно много разные посуды однотонные мне почему-то вот нравится просто белая видите какие красивые расцветки дошли до штор занавески шторы и вот здесь такие прозрачные тюрь наверное самые вот эти простые ну их надо мне на окно чтобы они красиво были я думаю что мне их надо четыре штуки покупать я правда не знаю как здесь по метражу или что надо спросить или они уже готовы 145 на 300 а 145 все я поняла 300 это ширина и 145 длина но мне нужно занавеска высота 225 ширина 320 а что тогда делать интересно а как это не совсем понятно 27 евро это что не то не то не то дно такая симпатичная но 145 мне коротко я все узнала у консультанта вот смотрите ну не цульнов до тонкие есть такие как вот в горошек белый есть такие розовые так вот вот эта цена за две штуки комплект вне две штуки длина метр сорок пять ширин вернее длина три метра ширина метр сорок пять то есть для того чтобы мне на 2 80 и чтобы это было знаете но такими складочками мне надо купить два комплекта и 4 занавески получится вот такой ширины очень красиво будет только их нужно будет подвернуть геморрой конечно и вот у меня теперь вопрос сама к себе конечно же вот такие розовые или все-таки белая вот что делать как-то а вы знаете а если кстати у меня появилась идея их будет четыре штуки я могу их совместить две розовые две белые там сейчас я найду их в упаковке и посмотреть в упаковке как это будет вот так они выглядят рядышком видите розовая и белая она здесь просто сложены и поэтому выглядит так очень ярко так она вообще не ярко я думаю что будет очень замечательно вот так как взяла на кассу две упаковки и потом когда я уже повешен то в принципе можно будет если все-таки понадобится я решу что нужны шторы смотреть какие красивые они такие тоже знаете бежево розовые по-моему будет замечательно так а цена какая здесь надо будет вытащил уточнить по поводу что как тоже цену не могу найти я друзья а вот цена 84 евро наверное тоже здесь две штуки это предполагаю комплекте такая же такой же размер 3 высота и и 145 ширина но тогда их просто нужно будет подвернуть и все мне не нужно будет их как бы только одна упаковка 85 евро да друзья 85 евро это знаете круто вас то что можно сказать но красивая красивая она уже сделана и я только надо будет подвернуть потому что ничего другого я как бы не вижу чтобы было именно вот с этим цветом красиво сочеталась а тут будет очень замечательно но скорее всего это может быть к новому году я не знаю можно будет приехать и купить так теперь пойдемте друзья где моя корзинка пойдемте за ковровой дорожкой а вот корзинка добрались до в общем-то конечной остановки на нашем пути в икеа принципе который тоже красиво смотрите какой красивый да недорогой 60 евро но все-таки я хочу однотонной и единственное что конечно вряд ли мой пылесос сможет их чистить вот кузиной шерсти мне очень хочется вот такой либо такой либо скорее всего вот такой такого цвета сейчас я посмотрю по размеру но скорее всего вот такой не нужен такой размер он стоит 99 евро сейчас я его не смогу купить по одной причине что я одна то есть он довольно тяжелый его все-таки нужно не мне а да тяжеловат в общем вот такой ковер я хочу 99 евро это в комнату 170 на 240 я посмотрела что мне нужно 190 на 270 это тот ковер который у меня сейчас лежит и который в принципе по размеру идеально можно было бы конечно и длиннее но это тогда совсем будет в общем вот этот самый идеальный и цвет ну повторюсь я не уверена не знаю мне возможно придется покупать более мощный пылесос ну ладно это ничего единственное вот все-таки такой цвет или такой скажите мне мне кажется что к моему новому комоду все-таки лучше будет вот этот цвет и с занавесками тюлью новой вот это кстати еще интересный красивые но он вообще никак наверное не будет сочетаться хотя 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 даже не знаю вот скажите мне пожалуйста в принципе это тоже интересные даже как-то более более интересные чем эти два где-то больше смотрю на него то скажите кстати я не нашла где было мы купили когда кому-то покупали купили также мне на стену большой постер не нашла прошла мимо видимо не нашла показать вам в общем посмотрите что скажете какой все-таки из этого цвет бежевый серый или вот такой горчичный как-то знаете мне больше нравится даже горчичный а потом к этому цвету можно будет прикупить вот там где были занавески там было такого цвета тоже занавески именно шторы довольно интересная идея а еще мне нравится очень вот этот что скажете вообще сама идея смотрите какой классный да ой слушайте он классный сколько же он стоит для уж и цена сразу видно 319 199 319 но он очень классный какой у него размер 170 на 240 ой слушайте супер он довольно легкий не такой тяжелый как а тот может мне по поводу вот этого подумать а что скажете очень красивый и к мебели тоже смотрите тут вот такого цвета же да все что реально красивые а как он интересно по тяжести так вот только не совсем понятно сейчас разберусь друзья вот они здесь но он очень тяжелый его я точно сама тоже не унесу ну ладно в общем я думаю что вот этот хочу что скажете он очень красивый супер также есть видите в таких серо бежево коричневых тонах но мне как-то вот этот больше нравится мне знаете что здесь нравится сочетание бежевого с вот господи как этот цвет это ржавчина да посмотрите как здорово супер ну кузьма конечно его подерет потому что он вот этот ковер на который у меня сейчас старенький страшненький дерет вот я даже не знаю что делать скажите мне 319 как-то знаете жалко 99 не очень и там знаете даже если он будет драть то то тогда не так страшно знаете не будет видно а вот там будет сразу видно в общем озадачилась я сейчас попробовала рукой конечно ходить по нему не так чтобы знаете все таки вот по тому полосу этого качества конечно ходить более комфортно ножкам а так как я люблю и хожу по полосу в комнате босиком ну я имею до что я снимаю тапочки то конечно же ходить ножками приятнее вот по этому качеству ну это тоже очень красивые в общем я друзья озадачилась вы знаете я не знаю что вам сказать вот эти ковровые дорожки смотрите размер 83 на 210 500 евро я вообще в шоке друзья это чё это что такое это что такое вообще удивительное а скажите мне пожалуйста это как вообще ковровая дорожка 500 евро это ручная наверное да вручную все делается но мне не нужна такая дорогая вон смотрите 70 на 206 500 евро обалдеть я в шоке я специально я специально ехала так надеялась что я куплю ковровую дорожку она будет недорогая заберу ее сразу она не будет тяжелая и дома тут же расстелю в прихожей слушайте ну я правда в шоке одна единственная такая знаете простенькая есть 129 евро слушайте вот такого плана в хумане я буквально на прошлой неделе ну просто поленилась тащиться но я не домой ехала за 10 евро не купила светлую вчера поехала ее уже нет прикиньте чует мое сердце что я конечно же здесь не куплю ковровую дорожку ну потому что это вообще караул а вот нашла а то я уже знаете в шоке была нашла ура ну только что то какие то коротенькие 80 на 150 а мне в ковровую дорожку так что вы знаете полностью от прихожей до кухни надо три с половиной метра они какие то здесь короткие 150 метров полтора метра вот такая классненькая ходить ножками вау какая супер а она ну тоже метр пятьдесят так опять пошли цены какие то 89 евро но это была на той стороне так а это кстати вот это может быть смотрите неплохая тоже в принципе размер одинаковый и цвет нормальный у меня просто знаете я думаю что у многих так есть у кого коты сейчас поставлю потому что рука устала так вот проблема в чем проблема в том что наполнитель кошачий стоит в туалете и он разносит на своих лапках вот этот наполнитель по всей квартире и самая большая проблема это и на диване даже регулярно и в комнате на палате ну то есть везде ну я надеюсь например что если я положу дорожку вот вдоль туалета с ванной да вот в коридорчике то он будет пока он идет до комнаты будет меньше грязи а то иногда знаете сплю и потом утром встаю а даже под одеялом у меня на простыне а вот кошачий наполнитель зашибенска правда ну вот поэтому я думаю что я все-таки сейчас куплю эту дорожку ну длине к сожалению нет метр пятьдесят ну ладно что делать только теперь я уже с цветом наверное самую светлую и самую недорогую куплю вот тут было за 17 евро вот эту как думаете за 17 так нет ну это совсем некрасиво может все-таки вот эту за 30 взять не знаю даже я выбрала все что хотела но только единственное конечно так как я без детей то а вот сейчас я вам покажу мы оказывается просто не дошли мы купили постер мне сейчас покажу какой но тоже его еще не повесили у ребят просто не было времени вот эти горы он стоит 45 евро вместе тут получается постер отдельно и рамка отдельно рамку можно сделать во-первых вот такого цвета я тоже мы выбрали серебристого и рамку можно сделать как вот видите на камнях то есть вот так таким образом и вот она такого большого размера тоже будет над новым комодом кстати очень даже гармонирует смотрите вот с этим цветом зеленый цвет и даже если будет даже если будет розово-бежевый то в принципе тоже будет очень хорошо гармонично смотреться и с занавесками и и с постером тоже вот сама себя друзья уговариваю а так вообще мне больше вот есть конечно еще постеры мне нравятся очень вот такие но их надо несколько я думаю что большой бы он некрасиво смотрелся вот этот красивый большого размера но опять таки ну кстати париж но видите мне хотелось вот такой узкий и длинный вот этот красивый постер наше взморье ну возможно и вот этот очень красивый но они очень большие по меньшей размера к сожалению этих двух постеров просто не было нашла полочки маленькие смотрите какие хорошие 6 евро вот такая по цвету под мебель 6 евро тоже супер вот эти нужно либо вот смотрите какая хорошая длинная 15 евро но она по цвету слишком вот это была бы неплохая но мне вот это не нравится то есть вот если бы здесь крепление были белые знаете вот то было бы хорошо ну в общем получается что вот если такую с белыми креплениями то очень хорошо вполне достаточно одной будет 10 евро либо 2 или 3 вот таких по цвету они идеально подходят именно под мебель под комоды потому что у меня их 2 один большой то что я купила есть еще маленькие а также можно вот эти тоже 5 евро смотрите неплохие кстати но не под мебель тогда надо было черную покупать и вот это тоже классное смотрите 7 98 евро вот надо такую только цвета под мебель вот такого цвета и тогда идеально вместо двух и трех таких маленьких можно одну такую но хорошего цвета и вот эта полочка которая 8 евро которая есть который я у валентина увидела у нее несколько вот таких маленьких и удобнее маленькие 6 евро она видите как как будто бы состаренное дерево вот это очень красиво может быть вот таких 2 смотрите было бы замечательно я бы смогла все сюда поставить то что мне нужно в общем полочки есть нужно только понять определиться также есть белого цвета кстати может подумать белую в общем ладно с полочками что-то я уже устала и с полочками подумать нужно и еще я друзья купила цветы все-таки у меня стоит в вазе такой как новогодний декор но он знаете его можно и круглый год я подумала к нему вот прикупить никогда не покупала домой искусственные цветы но решила попробовать вот смотрите такие две веточки их тут разных много но я вот мне еще знаете что понравилось очень я вообще люблю маки мне понравилась вот такая но она 10 евро стоит а чтобы было красиво нужно 2 2 ну я не знаю как называется вот смотрите сейчас вам покажу видите в вазе там их 2 2 букета если не больше даже 3 и он смотрится красиво именно вот когда их несколько очень красиво ну в общем приехать в любой момент можно что-то докупить из цветов я еще подумала знаете вот свечки какие-то декоративные свечки на на новый комод мне понравились вот эти комплект 699 три штуки по цвету ну я знаете очень люблю такие расцветки еще мне понравилось вот это в сиреневых тонах тоже красиво это тоже комплект тоже 699 там ну вот не знаю можно конечно такую вот штуку купить под эти свечи но мне чуть не очень как-то выглядит она можно просто вот белые в общем наверное сейчас свечи я покупать не буду хотя может быть вот эти купить блин знаете уже так много мне чего тащить что я просто боюсь что я не дотащу а звонить детям ну не хочу их срывать с места знаете вот заранее не договорившись так что не знаю даже купить или нет ну вот мне больше наверное все таки этот нравится и этот тоже красивый новым занавескам может быть почему бы и нет тут есть вот такой цвет но тут их много я смотрю как оказалось есть такой занавески розовые а можно еще вот такой совсем розовые это уж совсем к занавеске не не хочу в общем ладно друзья тут еще есть и фиолетовые вот такой расцветки нет наверное наверное все таки я подожду приехать за свечками проблем не будет правда же наверное куплю когда уже приедем за паласом все теперь уже точно идем на выход все посидеть немножечко отдохнуть в общем за все у меня получилось 57 42 вместе с мешком то есть вот там две пиалки занавески поклай ну в общем дорожка мешок и два цветочка сейчас немножко передохну упакуюсь и поеду домой все друзья спасибо вам очень долгий влог получился долгий ролик спасибо вам большое хорошо вам друзья настроение мира и добра всем пока а и да подписывайтесь пожалуйста и я очень надеюсь что теперь ролики будут выходить регулярно правда не уверена но очень на это надеюсь настроение у меня не то что боевое но уже получше так что все будет хорошо друзья у нас у всех все будет хорошо все теперь пока все пока 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 не